Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. И сегодня я решил посвятить наш небольшой ролик приготовлению напитков из дистиллята собственного производства на основе жидких ароматизаторов и эссенций. Вещь достаточно известная, незатейливая. Например, вот такого 10 миллилитрового флакончика ароматизатора бренди хватает на 10 литров жидкостей. Берете, разбавляете, оно окрашивается, приобретает некоторый вкус, некоторый запах и можно употреблять. Вещь простая, этакий алкогольный фастфуд, наподобие напитков Invite. Те, кто застал, те помнят. В общем, не для гурманов. С другой стороны, тут тоже никто не мешает экспериментировать, например, сделать обычный сахарный дистиллят, сымитировать коньяк на его основе, пользуясь подобным ароматизатором, а потом сделать настойку вишни на коньяке или рябина на коньяке, комбинируя таким образом различные вкусы. И я, может быть, не собрался бы показывать ролик такого плана, но мне в руки попали вот такие вот эссенции. Они в бутылочках побольше, солидных, стеклянных, запечатаны металлической пробкой и, очевидно, являются продуктом классом выше. Но, может быть, и это не сподвигло бы меня экспериментировать с такими быстрыми напитками, если бы мне достаточно интересная инструкция на одной из таких бутылочек. У меня в руках эссенция кофе и бренди. Название уже интригует. Но я прочитал инструкцию и мне стало еще интереснее. Инструкция звучит в переводе примерно так. Растворить 275 грамм сахарного песка в 500 миллилитрах водки. У нас будет наш продукт. Добавить туда содержимое флакончика, долить до 0,75 водкой, тщательно перемешать. Каюсь, грешен, сластенно, поэтому решил попробовать ради интереса приготовить вот такой вот сладкий напиток на основе эссенции и сахарного песка. Интересно, что получится. Бутылку 0,75 найти не удалось. У меня есть вот такая вот бутылочка 0,7. Поэтому для начала отправляем туда 0,5 нашего дистиллята. Здесь у меня сортировка крепостью 40. На самом деле сейчас мне интересно, после растворения сахарного песка останется ли еще место в бутылке 0,7 под что-то еще. Так, для начала берем 0,5. По-моему, получится что-то очень сладкое. Я начну растворять так, чтобы было место для взбалтывания. Теперь задача растворить этот песок и добавить туда эссенцию. Когда он растворится, я к вам вернусь. Ну что ж, после интенсивного взбалтывания сахар разошелся почти весь. Чуть-чуть осталось на дне. Я думаю, что я сейчас добавлю эссенцию, которую тоже нужно как следует взбалтать перед добавлением. И размешаю все окончательно. Пахнет кофе. Дам свечу полностью. И хорошенько размешаю. Ну и как написано в инструкции, долью до конца бутылку. Ну а теперь дам немного постоять и попробую. Ну что ж, кофейный наш ликерчик из эссенции и домашнего алкоголя готов к дегустации. Цвет довольно симпатичный, прозрачный. Красивый. Мне нравится. Запах кофейный. Не очень сильный. С ноткой чего-то благородного. Пожалуй, там есть ваниль. Что еще, затрудняюсь сказать. Но приятный запах. Не очень сильный, не очень интенсивный. Но есть. Попробую на вкус. Сладко. Но не приторно сладко. Судя по количеству сахара, я думал, все будет гораздо интенсивнее. Но нет. Просто десертный сладкий кофейный ликерчик. В качестве быстрого рецепта для ленивого приготовления очень даже ничего. Если сравнивать с обычными ароматизаторами, то разница чувствуется. Здесь вкус побогаче. Пополнее, поинтереснее. В общем, могу порекомендовать попробовать. Вариаций этих эссенций несколько. Вот у меня есть еще, например, эссенция белого рома. В такой же стеклянной бутылочке. В описании будут ссылки на эти эссенции в нашем магазине. Поэтому, ради разнообразия, очень рекомендую продегустировать. Ну, а на этом у меня все. Вы на канале Русская Дымка. Не переключайтесь. И вкусных вам напитков.